Всем привет! Меня зовут Алена Полюхович и сегодня у нас с вами регулярный дайджест с самыми свежими, умными и важными новостями контекстной рекламы за последнюю неделю. И начнем мы с вами обзор с Яндекс.Директа, с его последних новостей. Первое, что это то, что в Яндекс.Директе появилась возможность заменить визитку компании, организации и справочника. Я думаю, вы все прекрасно помните, что когда вы создаете любую компанию, то там предлагается в дополнительных настройках создать визитку компании. Многие почему-то этим пунктом пренебрегают, что является в корне неверным. Там вы можете кратко написать, чем ваша компания занимается, какой продукт или услугу предоставляет, либо же продает. Кратко заполнить контактную информацию, контактные данные, то есть номер телефона, имейлы, возможно другие способы, как с вами связаться, будь то скайп, либо еще что-то, где вы располагаетесь. Время работы. Так вот, теперь Директ предлагает нам это заменить карточкой организации. Считается, что это более, вот так это выглядит, кстати. Считается, что это более интерактивный формат, который поможет скорее потенциальному клиенту выполнить желаемое нами действие. Ну и чтобы нам это сделать, то необходимо связать с организацией справочника. Для этого мы заходим в нашу компанию, где мы все прописываем. Это находится поле в дополнительных настройках. Обратите внимание, что их обязательно нужно разворачивать. И вот здесь, где у нас расширенный географический таргетинг, сразу за ним идет организация из Яндекс.Справочника. Мы нажимаем на плюсик, добавить организацию. Если она у нас уже есть, мы просто ее выбираем и нажимаем подтвердить выбор. Все работает, зелененьким светится, все отлично. А если же у нас организации нет, то нам нужно ее заполнить. Для этого мы точно так же нажимаем добавить организацию. Нажимаем создать организацию и заполняем все поля. Прописываем. Вид деятельности обязательно прописывать, иначе просто не сохранит выдаст ошибку. Адрес. Так, и телефон. Электронная почта, если у вас есть, непосредственно свой сайт. Юридическое там название, огарное. И нажимаете сохранить. Все отлично работает, все замечательно. Ну и, кстати, видите, сам Директ пишет, что при использовании вот этой вот карточки организации, прирост аудитория может составлять до 12%. Так что возьмите себе на заметку и обязательно используйте. По сравнению с визиткой, карточка организации может быть гораздо более информативной. И это особенно полезно, если у бизнеса нет своего сайта. Следующее это то, что Директ начал переезд на новое отображение списка компаний. На самом деле, он начал уже давно, где-то уже около года, как они создали новый интерфейс, который сосуществовал вместе со старым. То есть, с правой стороны, когда вы попадали в новый интерфейс, вы могли выбрать вернуться к старому интерфейсу. Ну и вот уже в течение некоторого времени переход между старым и новым интерфейсом, как сообщает Директ, будет закрыт. Так как, будет закрыт причем навсегда, так как они уже все основные функции, в принципе, перенесли. И нет никакого смысла в старом интерфейсе. Важный момент это то, что изменения пишут не затронут страницу просмотра компаний. Кроме привычных возможностей старого списка компаний, страница моей компании в новом интерфейсе позволяет работать с большим количеством объектов и управлять размещением рекламы, опираясь на данные, такие как просмотр статистики, гибко настраивать рабочую область. То есть, вы можете менять столбцы местами и скрывать ненужные. Сможете фильтровать отображаемые данные и увидеть различные рекомендации для оптимальной настройки рекламных кампаний. А также вы сможете массово заменить фразы и воспользоваться новым подбором ключевых слов. Но, чтобы пользователям было проще сориентироваться и засвоиться в новом интерфейсе, специалисты директа подготовили наглядные подсказки для самых популярных действий, с которыми можно ознакомиться непосредственно в самом Яндексе, Яндекс.Справки. Вот здесь вот они показывают, как работать с компаниями, как нужно найти нужную компанию, стрелочками указывается, так, как можно зайти в параметры компании, как создать новую вообще компанию через плюсик, как отправить на модерацию, запустить или остановить компанию. Ну, в общем, здесь такая полная четкая инструкция именно со скринами. Ну, на самом деле, конечно, к новому интерфейсу действительно придется привыкнуть, он не совсем удобный, на мой взгляд. И командор уже, кстати, давно обновился, директ-командор, но в нем тоже, как мне кажется, есть некоторые проблемы, которые не очень удобные. Следующий пункт, который я хочу рассмотреть, это то, что Яндекс.Директ меняет правила блокировки показа рекламы на отдельных сайтах RSE. В начале марта в Яндекс.Директе изменяются эти правила, теперь на площадках с подтвержденным качеством трафика показы будут продолжаться автоматически, хотите вы того или нет. То есть, если вы занесли какую-то площадку в исключенной, и вы считаете, что она вам не подходит, вы не хотите показывать на ней свои объявления, но такая площадка, по мнению Яндекса, может гарантировать высокую конверсионность, потому что она максимально обеспечивает расстановку рекламных блоков, и строго контролирует качество аудитории, то Яндекс.Директ все равно продолжит показывать вашу рекламу на этой площадке. То есть, к ним относятся сайты, которые работают на технологии турбо. Почему? Потому что считается, что на турбо-версиях сайта в рекламные блоки будут расставляться в соответствии со строгими требованиями. Это значит, что они находятся в зоне видимости пользователя, не раздражают его и не провоцируют, самое главное, на случайные клики. И также, конечно же, собственные проекты Яндекса. Компания считает, что она следит за конверсионностью рекламных блоков и за качеством аудитории, поэтому беспокоиться не о чем. И поэтому вы увидите уведомление в интерфейсе, что по какой-то площадке показы запущены, если вы эту площадку добавляли в список запрещенных. Это делается для того, чтобы вырастить отдачу от рекламного размещения и увеличить количество конверсий из проверенных источников. И более подробно об этом я рассказывала также в своем предыдущем ролике про RSI 2020. Если вы его еще не видели, то советую обязательно посмотреть, подсказка вот где-то здесь выплывет, потому что там очень много полезной и нужной информации, также много новостей, что изменилось в Директе за последнее время. Так что советую к просмотру. Так, из следующего это то, что рекламодатели Директа смогут размещать свои баннеры в Яндекс.Навигаторе. В медийных кампаниях теперь появится возможность размещать баннеры в навигаторе для устройств iOS и Android. Баннер этот оплачивается за показы, именно за тысячу показов. И это эффективный способ рассказать автомобилисту о своих услугах, либо же продуктах во время поездок по городу. Волноваться за безопасность не стоит, так как баннер будет доступен и показывается всего лишь в том случае, когда автомобиль едет на скорости 0 км в час. То есть стоит как бы. Как только автомобиль начнет свое движение, баннер тут же будет закрываться, поэтому это ни в коем случае не будет отвлекать водителя, не приведет никаким авариям. Так что можно не волноваться. Водитель увидит коротенькое изображение, точнее изображение с коротеньким сообщением на нем. По клику появится турбо-страница с дополнительной информацией и на ней пользователь будет увидеть подробности предложения и кнопку действия. То есть переход на сайт или же какую-то форму заказа или же возможность позвонить. Пользователь может его просто смахнуть вверх или вниз и тем самым закроет баннер, не открывая. Это, кстати, очень хорошо, потому что это позволит охватить рекламодателям гораздо более широкую аудиторию, причем платежеспособную аудиторию. Среди автомобилистов особенно это очень хорошо, если вы продаете какие-то товары или оказываете услуги, связанные с автомобилем. Показ баннера будет настраиваться по профилю пользователя, то есть используя гибкие настройки пола, геолокации, семейное положение, интересы также. Используются будут также данные Яндекс.Метрики и Яндекс.Аудитории, а вот таргетинг по ключевым словам будет недоступен. Подробности о баннере можно узнать в помощи самого директа, либо же, если вы можете, то обратитесь в отдел клиентского сервиса. Также теперь рекламодатели директа смогут продвигать приложение без показов на десктопах. Это сдается в корректировках ставок, вы можете ее понизить, либо же повысить, с помощью коэффициентов заходите в устройство. То есть теперь появляются гибкие условия для корректировки ставок для мобильного трафика. Вы можете продвигать мобильные предложения или же специальные предложения без показов на десктопах. Также можно будет разделить аудитории со смартфонами на iOS, либо же на Android и показать им каждой из них из этой аудитории свои специальные предложения. Настраивать можно в диапазоне от минус 100% до плюс 1200% на Android и iOS и на десктопе от минус 100% до плюс 300%. Можно отключить одну операционную систему на выбор, будь то iOS или же Android. То есть таким образом вы сможете неподходящую операционную систему и пользователей просто исключить, не тратить на них свой рекламный бюджет. Корректировка на все смартфоны по-прежнему доступна в диапазоне от минус 50% до плюс 1200%. Вот эти все гибкие корректировки в старом и новом интерфейсе можно уже тестировать сегодняшнего дня, так как ролик выйдет позже, то я уверена, что эти все настройки уже доступны вам. И по итогам экспериментам пишется, что виден рост совокупной эффективности кампаний у тех рекламодателей, которые создают отдельные предложения для смартфонов и более прицельно управляют закупками на этом типе устройства. Ну, также подробную всякую информацию можно, конечно же, найти в Яндекс.Справке в помощи, где здесь вот говорится в общем о корректировках ставок и именно о корректировках ставок именно для мобильных приложений. Следующая новость от Директа полезна тем рекламодателям, которые в основном продвигают, ну это интернет-магазины, в основном вы продвигаете какие-то товары и используете смарт-баннеры. Теперь появился новый формат баннеров, называется он смарт-плитка, вот таким вот образом выглядит. Он адаптируется под любые размеры рекламного блока на сайте, что очень удобно и позволяет в одном баннере продемонстрировать сразу несколько товаров на Яндекс.Маркете, что тоже очень удобно, давно не хватало этой функции. Это поможет участвовать в большем количестве аукционов и расширит рекламный инвентарь, увеличит охваты рекламной кампании. Новый формат будет доступен для всех категорий товаров и услуг. Чтобы ее подключить в смарт-плитку, нужно будет просто выбрать в макете смарт-плитку в конструкторе креатива и в группу добавятся адаптивные баннеры с разной сеткой товаров. Так что если вы используете Яндекс.Маркет, у вас несколько групп товаров, то попробуйте обязательно использовать вот эту вот функцию. Действительно очень удобная, полезная и должна побуждать пользователей потенциальных клиентов чаще кликать и покупать и заказывать товары и услуги именно у вас. Ну и последнее, что мы рассмотрим на сегодня, это то, как ситуация с коронавирусом повлияла на креатив в рекламе в социальных сетях, в рекламе, связанной с изображениями, то есть РСЯ, КМС, реклама в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. Компания Pattern 89 с помощью искусственного интеллекта проанализировала объявления в социальных сетях, проанализировала около тысячи брендов, которые рекламируются для того, чтобы выяснить, как эта вся тема с пандемией отобразилась на креативе и что вообще происходит. И пришла к следующим выводам. Как же рекламодатели приспосабливаются к повестке дня? Во-первых, это социальное дистанционирование, то есть мы все с вами знаем, что сейчас, когда мы выходим в аптеку, продуктовый, ну куда-нибудь по нужде, то нам стоит сохранять дистанцию между людьми, между друг с другом полтора-два метра. И в рекламе заметили, что где-то на 27,4% снизилось количество изображений и видео с моделями, которые там обнимаются, здороваются за руки, касаются друг друга, держатся за руки и так далее. И возросло количество изображений, продуктов, товаров, услуг, где есть, если есть человек, то желательно, чтобы он был в кадре один. Начиная с 12 марта, где-то в 6 раз выросло использование креативов, связанных с мытьем рук, а также креативов, которые просто используют воду или же брызги. И в 4 раза увеличилось количество объявлений, которые связаны со спортом, фитнесом, где что-то такое присутствует в тексте объявления, либо же на картинке. Использование изображений с туристической какой-то тематикой, то есть это использование всяких там аэропортов, самолетов, ну все в этой тематике сократилось на 8% где-то, ну и тема эта сейчас не особо-то популярна, так что это понятно. Зато 39% возросло реклама всяких гаджетов, телевизоров, ноутбуков и так далее. Связывают это не только с тем, что мы хотим продвигать эти товары и услуги, но также с тем, что в период пандемии резко возросла, увеличилась потребность в этих гаджетах. Люди чаще проводят время именно в интернете, перед телевизором, чаще используют свой ноутбук, телефон, планшет, ну и так далее. На сегодня на этом все, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, делитесь ним в своих соцсетях, со своими друзьями, обязательно напишите комментарии, задавайте свои интересующие вопросы, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, на наши аудиоподкасты и на наш инстаграм. До новых встреч и хороших вам продаж, несмотря ни на что. Продолжение следует...